Однажды один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников Его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Мертвым, то есть духовно мертвым, тем, которые не способны к духовной жизни и для Царства Небесного умерли. И как бы вот житейские земные попечения оставь на них. Ну, некоторые не понимают это место, вот, позволь мне пойти и похоронить Отца Моего. Что, разве нельзя три дня подождать, что называется? Ну, смысл здесь совсем другой. А именно тот, который мы вкладываем в слова, когда говорим, «Позволь мне сначала получить образование, детей устроить». То есть здесь сказано о том, что этот человек говорит, «Господи, позволь, я досмотрю Отца Своего. Вот когда похороню, я за тобой пойду». И Господь ему говорит, «Нет, оставь. Вот есть кому о нём позаботиться». Сейчас ты находишься на духовном подъёме. Ты вот сейчас способен к такой жизни духовной, подвижнической. А потом, если ты сейчас на этот путь не встанешь, потом житейские попечения, как сорняки, заглушат всё в тебе это. И все твои ростки духовные, они так и останутся. И тоже будешь мёртвым. Ну а первый книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой». А Господь его отговаривает и прямо говорит, «Ты не способен к такой подвижнической жизни, которую я провожу, ибо я даже не имею, где главы преклонить». Что из этих слов следует? То, что не всякий человек способен к такому подвигу, к такой крайней аскетической жизни, подвижнической, которую проводил Иисус Христос и Его ученики. Но всякий человек, который от Бога услышит призыв для служения Ему, для того, чтобы встать на путь Христов, всякий человек, которого призывает Господь, должен немедленно на этот призыв откликнуться.